Да, все, запись пошла. Сегодня у нас Амина Зублинина с докладом про упаковки и шаров. Ну, не совсем, на самом деле, упаковки и шаров, но я расскажу скорее про такую задачу в лизейном программировании, которая вытекает из решения задачи упаковки и шаров. Давайте я совсем немного напомню, о чем вообще речь. Значит, нас будет интересовать такая константа дельта-энфа для натурального n, которая является супремумом по всем упаковкам сфер. Что такое упаковка сферы? В ларенте мы просто берем шары одинакового радиуса, скажем, радиус 1, и помещаемый в ларенте произвольным образом, только так, чтобы никакие два шары не пересекались, кроме как по границе. Ну вот, это мы будем называть упаковкой. В общем, и дельта-энфа – это супремум по как бы доле пространства. Я сейчас немножко неформально это все буду определять, потому что дельта-энфа – это супремум по доле пространства, которую эта упаковка может занимать. Ну и давайте посмотрим на несколько примеров, чтобы понять, что это такое. Значит, дельта-энфа – первая, равно единица, потому что мы, естественно, можем просто взять как бы интервал от размера 1 и упаковать всю приводу. Вот. Потом дельта-энфа – вторая, равно и на отходе 12, и оптимальная упаковка – это такая, если мы возьмём какую-то реангуляцию плоскости и поместим в пустырьной реангуляции центра дисков, то вот это будет оптимальная упаковка, которая даёт и на поле замятости. И, как бы, она так доказана, что эта упаковка оптимальна. Потом, дальше третья – мой любимый пример, реальный любимый пример. Значит, если мы возьмём апельсины и вот так друг на друга их поставим, ну, или там, ядра – это, конечно, довольно сложно нарисовать. Ну, в общем, можно представить, какая-то ракетка из двух шариков, ну, вот, и здесь это π на поле из 18, если я не ошибаюсь. Ну, кстати, когда я говорю «оптимальная упаковка», на самом деле их может быть много, и, наверное, в общем, да, оптимальная упаковка, которая достигает этой той же плоскости, может быть бесконечно много. И они совершенно не обязаны быть регулярными, теоретически, ничего такого. То есть мы разрешаем вообще всё, что угодно. Ну вот, а кроме размерности 1, 2 и 3, а, да, ничего стоит добавить, что вот это было доказывано только примерно в 1000 году. Потом ещё очень долго появлялась на компьютере, так что можно сказать вообще в 14-м. Ну вот, и кроме этого известно, что днель – это восьмое, это, по-моему, что-то вот такое примерно. И достигается этой упаковкой, которая, получается, если мы возьмём вот решётку E8, и поместим сферу вершины от решётки, то вот получит эта оптимальная упаковка. Что-то именно здесь? Ну, решётка такая, в суммарном пространстве. Не суть важна, что это именно. Хорошо. Играть, рассказывать. Эта оптимальная упаковка, просто, ну, корнями, да, E8? Что-что? Да-да. Ну вот. И E24 тоже чему-то равна. По-моему, E12 равно что-то. Ну, в общем, не суть важна. И здесь играет роль решётка лича, тоже возвращает, помещает центр и сфер вот эти решётки. И вот это всё – это 2016 год. То есть это совсем недавно было найдено. Добавный факт заключается в том, что кроме этого неизвестно, почему точно, есть всякие разные асимптотики того, чему может быть равна дельтен, ну, в принципе, меньшейся бесконечности. Но эти асимптотики, из разряда, она экспоненциальна, а чему равнобазные экспоненты непонятны совсем. То есть расспрос внешнего известной верхней нижней кондиции сейчас очень большой. В общем, задача-то очень-очень старая, и известных для неё в развитии не мало. Значит, как доказывались вот эти вещи последние? Значит, как доказывать нижнюю границу в этих ситуациях понятно, мы просто приводим конкретный пример, считая, почему равна плотность. А верхняя граница была доказана с помощью двухой средств теорема, который указали в клоунду и L. Давайте я сначала заделать два определения. Значит, мы будем говорить, что функция f из rn в rt допустима. Ну, во-первых, мы можем взять преобразование f или e, и оно тоже будет действительным. То есть функция должна быть следующая относительно начала к 1. И если абсолютное значение f и преобразование f или e, f, ну, в общем, спадает достаточно быстро. То есть для некоторых это больше, а функция бывает быстрее, чем 1. 1.9c меняем. В общем, да, а дальше в чем заключается теорема? Значит, пусть r больше 0. Такое, что, значит, во-первых, преобразование f или e, опять, всегда должно быть неотрицательным. Потом само f должно быть неположительным для x, начиная с какого-то значения абсолютной величины. И, в-третьих, f от 0 равно f от 0 больше 0. Ну, в общем, какие-то условия на функцию, на ее преобразование f и e. Тогда f превосходит, ну, там, вот такой величный. f это просто-напросто объем шара с радиусом r пополам. Это что вы представляете? В общем, суть в том, что, как бы, дальше возникает задача автоматизировать этот радиус, как бы, чем меньше можно, да, это значение r мы будем брать радиусом функции. Чем меньше этот самый радиус, тем, как бы, лучше границы, которые мы наказываем глубоко. Ну, вот. И тут, собственно, и появляется эта задача. Немного программирования. Значит, из всех выпустимых функций найти такую, которая имеет не меньшую радиус. Ну, вот. Значит, давайте мы будем билдовсом говорить, что r от f это минимальное r такое, что f и r отвечают условиям теорема. А при этом, чтобы ты терем такой же раз доказывал? Да. Ну, олимпоза прошла. То есть, я не понял, а в утверждении когда там вообще нет r? Да. Ну, в чем прикол, если функции есть, то... Ну, вот. Ну, прикол в том, чтобы найти такую функцию. То есть, если ты возьмешь r меньше какого-то значения, то ее просто не будет существовать. А в функции как-то ямкость это строится? Ну, упаковка или... Нет, не явно. Нет, нет, не явно совершенно. Ну, там, на самом деле, это очень быстро доказывается. Это просто такое хитрое применение суммирования колоссома для точки коня. На меня это не правильно рассказывается. Ну, вот. Мы будем обозначать... То есть, r альюс функции мы будем... под разницу мы будем подразумевать, как бы, наименьшее r, которое сюда можно поставить для данной функции, то есть, как бы, наименьшее r, у которого функция не положительная. А под r, n мы будем подразумевать r, n, а под r, n мы будем подразумевать r, n, и дальше, соответственно, мы пытаемся доказать, что r, n как можно меньше, чтобы получить как можно лучше первую грань для r, n. Ну, вот. Значит, да, дальше ещё стоит заметить, что без ограничения общности, когда мы ищем функцию f, мы можем смотреть только на радиальные функции. то есть, f от x зависит только от абсолютной величины x, потому что все эти условия, они инвариантны по отношению вращения функции относительно начала координат, и если у нас есть какая-то хорошая функция, мы её можем просто заменить на среднее всех её вращений и получить радиальную функцию. Но это удобнее по всяким разным причинам, ну, например, потому что, не знаю, меньше информации. В общем, мы будем искать только среди радиальной функции, потому что это проще и, как бы, эквивалентно. Ну вот, давайте посмотрим, например, очень интересный n в 1. Значит, в случае n в 1 оптимальная функция, которая достигает r от n, и для этого мы можем взять вот такой f, это 1 минус цельная величина x на характеристическую функцию 1 минус 1, 1. Короче, просто вот такая вот функция 1, 1 минус 1. Вот такой f мы можем взять. Тогда f шапкой будет равно sin x на x в квадрате. Ну вот. Ну и дальше, значит, у нас может зависеть, что все условия выполнены, потому что у нас значение функции 2 совпадает. Эта функция вообще всегда положительная, так как она должна быть. Неотрисательная, точнее. А f не положительная, начиная с единицей. Значит, здесь мы получаем r от n, это происходит единица. Но на самом деле, так как delta n равно единица, то получается, что здесь эта функция дает верхнюю грань, которая острая. Но это, конечно, не очень интересно, потому что показать, что плотность не больше единицы не очень сложно. Вот. Но это такой пример, чтобы вообще понять, что происходит. А дальше есть такая гипотеза, которая заключается в том, что delta n равно rn, r от n. Для n равно, ну, 1, понятно, 2, 8, 24. Ну и вот это уже стояло. А для двух это правда. А для двух это правда, но это не доказано. Извините, здесь не нашли арт, да? Ну, конечно, не нашли. Функцию, которая точно достигает, как бы, значение к двойке, не нашли. Но, как бы, существуют функции, которые, там, для которых r от 2 минус delta 2, там, меньше, чем 10 или 10. Это маленькая должна быть. Правильно? То есть, да. r маленькая зависит? Да. r от r. r от r. Да. Ну, в общем, как бы… То есть, не доказано, но… Не доказано. Ну, как бы, ну, должно быть. Но конкретная функция не найдена. Собственно, про 8, 24 тоже такое было известно, но было известно в течение 15 лет, и никто так не мог найти эту функцию. А потом нашла в Мизовском. Ну да. Или нет. Это нужно быть апостолом. Что? Ну, вместо… Вместо… Вот это… Так? Вместо мягкого знака? Ну да. Даже по-украински. Хочешь написать? Да. Ну вот. Ну а дальше… Да. Ну и создается ощущение, что для разных… для других разменностей r nt строго больше, чем r nt, но при этом асимптотическая верхняя граница, лучшая, которая сейчас есть, она не на этим методом получена. А вот для r3, что внутренне r nt строго? Ну, нет. В r3, кроме… В r3 видно, что оно скорее всего больше строго, чем r nt строго. Есть вообще какие-нибудь разрывы, где доказано, что есть разрыв? Доказано, что есть разрыв… Доказано, что есть разрывы, что ли? Что они равны, что ли я? Что не равны. По-моему, это… Что равны точно доказано, только в nt равны. Нет. 824. А, да, да. Но просто чувак, который этим этим занимается, он пытается… Он таким компьютерным поиском пытается искать все функции, и он их уменьшает там функциями определенного вида, для которых легко смотреть, выполняются ли эти условия, ну там функциями Гаусса, умноженные на мальченны, и суть в том, что там по определенным причинам это никогда не может дать точное значение, но приближать его очень хорошо, и как бы по его предположениям только в этих ситуациях не совпадает. То есть, конечно, может быть, что? В каких-то более высоких размерностях… То есть, друзья, в двойке. В двойке тоже нужно. В четырех. Что? Ну, хорошо, да-да. Нет. В написанных, да-да? Да-да, только в этих. Значит, как эти функции оптимальные вообще можно искать? Да, я буду называть оптимальную функцию ту, которая достигает, как бы, оптимальную разницу. Да-да. Как такие функции вообще можно искать? Ну, вот в ситуации… Вот в этих двух ситуациях поиск этой функции был очень плотно завязан на том, что, как бы, из того… То есть, если предположить, что, там, а от восьмерки равно дельта восьмого, то из этого предположения можно вывести, какие функции должны быть нули. То есть, например, в случае n равно восемь функция должна была иметь нули в корне из двух n для всех натуральных n. Ну, и в случае n равно двадцать четыре там то же самое, только без корня из двух. И, собственно, в итоге эта функция была построена таким способом, что они просто, как бы, ну, условно говоря, домножили ее на функцию, которая была на нулю в нужных точках, ну и дальше там произошла какая-то магия, и они исправились. Но суть в том, что все было очень сильно завязано на нулях, и вообще таким очень естественным следующим шагом, кажется, понять, где нули эти функции могут быть, чтобы как-то пытаться предсказать, как они могут выглядеть в больших программностях. Вот. И, собственно, про то, как находить нули эти функции, я сегодня поговорю. Ну, не знаю, немножко. Это, в смысле, модуль равен, да, вот этому? Да, да, да. Ну, мы будем рассматривать их на ней функции, поэтому... Да. Эмм... Давайте я взгляну сюда. Так. Эмм... Управновение этой функции, можем сказать, следующее. Значит, пусть... Эта. Заранее. Эта. Эм... Радиальная функция, которая оптимальна, то есть радиус ADF равен N, и пусть S, приложенное в Оренте, это компактное множество. Такое, что мер S, строго больше единицы, тогда множество, которое мы будем называть S-S, которое равно попарным разницам, ну, векторным разницам точек S, должно содержать 0 функции. То есть это значит, что если мы возьмем любое компактное множество, мер хотя бы один, то мы можем произвести любое множество, не очень большое, которое будет содержать 0 функции. Вот. Что-то в духе Теременковского. Что? Что-то в духе Теременковского. Любое центральное симметричное для тела объема больше, чем 2 ян можно так получить, 2 степня можно так получить. Не знаю. Что? Ну, как раз по Минковскому чего-то и самого себя. Ага. Чего? А, нет, вопрос еще, что нужно получить, а штуками ведественными устрасть. Не, не надо. То есть, понятное дело, что это будет центральное симметричное, тогда и... А, да, я еще должна добавить 0, в который мы назовем Z, такое, что не просто 0, а еще и 0 с абсолютной объемичной больше, чем. Это больше, да. Ну, давайте мы докажем эту теорему. И мы ее докажем от противного. Значит, пусть это не так. Значит, пусть мы нашли какое-то множество. Вот такое, что есть конденсация и содержит в нашей функции. Мы сейчас произведем другую функцию, построим ее с нашей функцией какими-то эмопуляциями, в которой радиус будет меньше, и таким образом мы придем к противоречию. Значит, возьмем углу тела H, которая будет равна конволюции... В конволюции... В конволюции... А, нет, здесь нет. Что это? Здесь сверка, просто. Сверка, сверка. Сверка характеристической функции s и характеристической функции минус s. Ну, значит, тогда, соответственно, преобразование привет... Такое дело будет равно произведению преобразования привет характеристической функции, что равно квадрату абсолютной величины преобразования. Одна из них. Вот. А дальше заметим, что... Заметим, что носитель нашей функции... Возьмем вас в процесс... Ну, почему это так? Потому что... Если мы просто возьмем движение... H, A, T... А... 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 В общем, чтобы этот интеграл был не равен нулю, то я должен лежать в s плюс s. Как-то надо подробнее объяснить. Ладно. Ну, вот. А из этого следует... Значит, мы можем найти... Некоторые альфа больше нуля. Такое, что... f от x плюс альфа h от x все еще меньше или равна нуля для абсолютной величины. x больше или равна альфа. Потому что мы предположили от противного, что это множество не содержит уверений в нашей функции. Ну вот. Значит, для достаточно маленького альфа вот это будет правдой. Ну вот. Значит, возьмем новую функцию, которую мы объявили вот так. Значит, f от x все еще неположительная для достаточно больших x. Опять, больше равно r. Того же самого r. Вот. Потом f шапка от x равно f мало f шапка от x плюс альфа плюс вот это. Ну, так как вот это положительное, вот это тоже очень неположительное, то f шапка от x тоже все еще больше равно нуля. Вот. Нуля. Вот. Нуля. Спасибо. Так вот. Ну, если мы вспомним условие теоремы Клоны-Ёлкеса, то нам нужно, чтобы выполнялось это, чтобы выполнялось это. И последнее, нам нужно, чтобы f шапка от нуля было равно f от нуля. Давайте посчитаем, чему они равны. Значит, f от нуля это f мало от нуля плюс альфа донировал в квадране. Это штуки, то есть это f от нуля плюс альфа мера s. f шапка от нуля, это f малая шапка от нуля плюс альфа мера s в квадране. Мы тоже, в принципе, просто вышли. Чему ровно преобразование f e в нуле? Клаберат преобразования f e в нуле получим мера s в квадране. Что-то непонятно, объясните, что так. Что? Нет, всё понятно. Всё понятно, конечно. Вот. Ну, а дальше нам стоит вспомнить нашу пользу за то, что мера s больше единицы, а значит, мы получили, что f от нуля меньше, чем f шапка от нуля. Нам нужно это дело исправить. Мы это исправим, поменяв немножко шкалу. Значит, пусть c больше единицы такое, что f шапкой от нуля разделить на c в степени n равно f от нуля. И теперь возьмём такую функцию, которую назовём fc от x, которая будет просто равна f от cx. Тогда преобразование фурия fc от x, это будет преобразование фурия от f от x в степени. Ну, значит, это всё ещё больше нуля. Точнее, не отрицательное. Значит, это меньше или равно нуля для f церкви на x, больше или равной r делить на c. А fc от шапка от нуля у нас теперь равно f церкви. Ну и что мы получили? Мы получили функцию, у которой радиус строго лучше, чем у предыдущей функции. Значит, пришли к противоречию. Ну, всё равно оказываемо. На самом деле, точно так же, с вообще минимальными вариациями, мы можем доказать, что то же самое правда брали с шапкой. То есть, эту ножку должна содержать и ноль f малую. Прям в зоне фурия f малую шапку. Есть вопросы? Ну, ты научишься, потому что нуля-то не будет. А, вот когда мы находим такое α больше нуля, такое, что можно... Да, сюда сюда сюда. Вот, сколько меня было? Сколько ты хотел? Ну, который еще? Пол? Полу тысячи тысячи. Ну, пятьдесят еще есть точно. Супер. Давайте теперь поприменяем все это дело. Что классная математика вообще есть. Как минимумка? А, всё, понятно. Я подумал, что это какая-то иранская фамилия. Ты, кстати, боишься говорить инволюционно, не боишься говорить о старых книгах. Как нужно говорить? Точно! Это в школе был уже. Хорошо. Первый стучек. Ещё первый стучек... Давайте возьмем самый простой S, который можно придумать. Возьмем S просто парень в разницу. Нет, не сравним с вами на самом деле. Чуть-чуть... Все на participatory. Мне интересно. Найдем такой f, что этот объем будет на тройной единице, ну или пусть аид будет какой-нибудь маленькой эпсилом, пусть у нас будет такой s. Тогда, если мы возьмем s минус s, то это будет шар с радиусом в два раза больше, и этот шар должен содержать в себе ноль нашей функции, которая не превосходит a. И, значит, что из этого следует? Из этого следует... Происходит чего? Что? Происходит чего? А? Or... А, да. Да. Ну, у нас есть этот шар. Что из этого следует? А из этого следует, что... r nt, если мы возьмем r nt, то объем шара... Ну, ладно, по словам немножко... В общем, следует из этого, что объем вот такого шара равен единице, потому что мы включили, что... В общем, если мы применим это к теореме Коуна и Элгисса, если вы вспомните, то тут, получается, мы доказали, что... В общем, если мы применим это к теореме Коуна и Элгисса, если вы вспомните, верхняя граница, которую она там давала, это был объем шара радиуса r пополам, и в данном случае это как раз получается 1. Ну, то есть, мы доказали, что Коуна и Элгис дает, как минимум, дофтологическую верхнюю единицу в правую единицу. Нет, нет. Ну, это ничего интересного. Но, по крайней мере, не больше единицы. Уже хорошо. Наша плотность не больше единицы. И верхняя граница плотности больше единицы. Ну, давайте теперь докажем что-то более интересное. Дальше пусть опять допустимая радиальная и опять оптимальная. И вот, и давайте возьмем такую f с шоточкой, которая будет просто изорвать. Ну, для удобства просто, так как наша функция идеальная, возьмем и ограничим ее просто на ось x. То есть, у нас есть радиальная функция, ну, но вся информация содержится в основной функции. Тогда существует какая-то константа такая, что для любого x, в котором f принимает значение 0, существует y, проколотый, c окрестность x, где функция опять принимает значение 0. То есть, у нас расстояние между номерами ограничено сверху. Если мы возьмем нашу функцию f на прямой, то у нас там есть какой-то максимальный значок, на котором функция может быть принято. Чем ты это значаешь? У нас не было vuelостного вообще функционера, как функционера. Мне явно все-таки нейворку, как говорится, да? То есть, я пев��, что-то чуть-то слово. Но вот они у нас в голове. Что? У нас было у. Ничего у нас не было у. Хорошо? Конфликт, скажем, да? Я могу написать шар. Все нормально, это хорошо. Давай теперь это докажем. Как мы это докажем? Мы докажем это. Опять от противного. Следующим образом. Предположим, что у нас расстояние между нулями не ограничено. Мы теперь построим такое множество S, которое будет мера больше 1. Такое, что S будет избегать нашего множества. И докажем это по индукции. Значит, пусть нет. Тогда... Первого правильства K. Мы можем найти множество S, K. Которое будет состоять из K непересекающихся шаров. Которые мы будем обозначать как beta. Какого-то фиксированного радиуса. Сейчас будет больше, да? 2. Радиус. Радиус. Вот. Ну, значит, если можно сделать это для любого K. Значит, для достаточно большого K. Мера этого множества будет превышать единицу. Значит, мы берем противоречию. Потому что... Нажите арену. Вот. Ну, значит... Для K равно единица. А, да. Ну, сначала мы должны выбрать Y. Выберем Y. Такое, что шар с радиусом 2 ε в нуле не содержит нулей нашей функции. Так как функция непрерывная, что, кстати, следует из того, что она допустимая. Надо было бы сказать раньше. Так как наша функция с удовлением 0 и непрерывная, то понятно, что такое ε можно найти. Ну, вот. Значит, мы выбрали от ε. Теперь для K равно единице. Возьмем просто любой шар. В первое, радиусом ε. Значит, тогда S первое минус S первое. Это будет шар с радиусом 2 ε в нуле. И по нашему предположению это не содержит префекции. Вот. Пока понятно? Есть вопросы? Нет. Хорошо. Теперь сделаем переход. То есть, был вопрос. Нет, я понял, как ты будешь это грустить, потому что вы что? Прыгнули. Хорошо. Ну, давайте теперь сделаем переход. Значит, пусть у нас уже есть K шаров и V1, там, Vk. И S-ката не содержит Vf. Вот. Значит, что мы сделаем? Возьмем какую-нибудь такую большую штуковину, которая содержит вся наша сфера. с диаметром d. Так, взяли. Узнаем эту штуковину. Вот. А дальше, значит, рассмотрим нашу функцию и найдем в ней дырку между нориалами, которая там больше, чем 3d, скажем. Ну, пусть они сами имеют большие, там, плюс A больше 10d, B больше A плюс 10d. Такие, что для t в A, B, R, T, D, A, T не равны. Да? То есть нашли большую дверьку. По нашему предположению можно найти двух приборов размеров, поэтому такую тоже можно найти. А дальше возьмем штуковину и поставим точку в центр сферы, O, K плюс 1, который будет на расстоянии A, ну, который на расстоянии до ближайшей точки будет A, и, соответственно, расстояние до самой дальней точки будет не больше, чем A плюс 0. Вот. Ну, по нашему предположению все эти расстояния не являются другими функциями. Значит, мы добавили еще в эту сферу успех. Вот. Ну, значит, расстояние ограничено церкву. Самое сильное утверждение, которое у меня пока получилось показать с помощью этого, следующее. А мы с ним тоже будем. Ну да. А вам вообще. Пусть. Возьмем любые T и F больше D, S хоревода большое, F скольевода маленькая. Ну и опять, все как всегда, F, R от F, F, R от N. И точно так не возьмем активно. В общем, все как раньше. Тогда можно найти отрезок A плюс T. Такой, что для любого номер функции, находящейся в этом отрезке, любой другой ноль на расстоянии не больше, чем A плюс 1. То есть в любого х, 1, 2, 3, и таком, что R т. Ит. 1, 0. Существуют Y, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Это я не буду доказывать, потому что это очень много болезненного, но это тоже можно доказать с помощью примерно таких же действий, только на 300 лиц. Ну вот, это все, что я с вами. Если нет никаких вопросов, то я включу камеру.